Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет видосик про телек. Недавно вы видели видос, как у меня сломался. Сначала телевизор, а потом еще монитор и так далее. Выкинул на помойку, да? И что в итоге я взял? Вот, встречайте! Через Яндекс.Сплит удалось купить вот такое чудо. Asano 43 дюйма, 4К с HDMI, с USB-видео, с каким-то noise reduction, с шумоподавлением. И все это удовольствие за 17 тысяч рублей. И для меня еще было важно, чтобы это был телевизор, с которого подставка идет посередине, потому что тумбочка узкая, видите, там стоит стекло. И туда другое не поставить. Здесь также есть Smart TV в этом телевизоре. Мы к этому телевизору обычно подключаем комп. Модель 43LU8030S. В комплекте идет пульт. Вот так вот выглядит пульт. Подножка. Или подставка. Ее, походу, надо прикрутить. Так, документы с гарантиейкой. 17,745, 4К. Кто бы мог подумать, 43 дюйма. За какие-то несчастные 17 тысяч рублей. Так, потом в комплекте идут вот такие переходники для тюльпанов. Я не знаю, кому они нужны, но они есть. Переходник из джека. Наклейка. 84 кВт в год. 70 Вт всего расход энергии. Так, информация об изделии. Дата изготовления – май 23-го. При наличии претензий – гарантийный талон. У него еще гарантия есть, понимаете? За эти деньги. Тут целый список. Телевизор так понимает, что белорусские. Брестский электроламповый завод. Республика Беларусь. Dolby Audio. Так, 220-240 В. Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,5. Максимально потребляемая мощность – не более 84 Вт. Так, здесь у нас есть подставка. Указано, как все закреплять. В комплекте 4 винта. Опора, пульт, руководство эксплуатации, гарантийный талон, батарейки, кабель. Контраст не менее 1200. Яркость 240. Углы обзора 178. Разрешение пикселей 3840 на 2160. Блин, ну неплохо, слушайте. Указано про пульт. Управление телевизором, как еще куда. Входы, выходы, HDMI, интернет. Чтобы вы понимали, здесь даже есть Android TV встроенное. Про него, конечно, толком ничего не сказано. Какой здесь версии, что? Так, выходная мощность на колонке 2 по 7 Вт. Ой, тут даже посмотрите, здесь еще встроенный TV-тюнер есть цифровой. Что? Так, ладно, давайте разбираться, подключаться. Я пока не вижу болтиков, которыми нужно подставку прикрутить. Надеюсь, они есть. Собственно, сам телевизор просто сейчас привез курьер. Доставка. Так, и я его немножечко подключал, проверял. Ага, Светочка. А принесите нам, пожалуйста, отвертку крестовую. Ага, кнопочки сбоку. А где винты? Винты крепления нету. Подставка есть. А винтов нет. Нашла? О, есть винты. Ну ладно. Так, ну подставка просто крепится вот таким вот образом. Обычная такая вот штучка. Просто винтами прикручивается все дело вот таким специальным кронштейном. По задней части у нас здесь присутствуют какие-то, ну блин, тут есть тюльпаны, а куда эти переходники, я не понял, куда они должны вставляться. Или это не отсюда? Непонятно. Фрэин. Еще какой-то разъем рефин непонятный для кабельного что ли. Сбоку у нас здесь 3 HDMI, 2 USB. А, вот сюда переходники, кстати, можно вставлять. Вот боковая часть. Здесь, соответственно, уже есть вот такие вот присутствие HDMI, USB-шек и какие-то вот 3 непонятных переходника. Вот с этой стороны у нас кнопочки управления есть на телевизоре. Сейчас приделаю подставку, поставлю все это дело вот сюда, на тумбочку. И мы продолжим. Не, вот то, что здесь есть Android TV, это, наверное, хорошо. Но оно нам не нужно, потому что я подключаю все это к компу. У меня специальный комп на Ryzen. Вот, собственно, и все. И собрано, да? Я, конечно, раньше думал, что за такие деньги телевизоров не бывает. А тут смотри, бля, ничего себе. О, тут даже под кронштейн есть, его даже на стену можно подвешивать. Не, ну это, конечно, нонсенс. Все, ставим его на место. При этом, в принципе, задняя стенка вроде как будто бы даже металлическая. Очень интересно сделано. Так, я предлагаю сразу снять вот эти все пленки. Так, и нужно теперь розетка мне. Включил. Как снизу, вот здесь у нас светится красным. Подсветочка такая. Пульт выглядит вот таким вот образом. Так, включаем. Я, наверное, окошко закрою. Чтобы нам ничего не отвлекало. Чтобы ничего не отсвечивало, да? Так, вроде бы включается. Winddom Sharm Smart Control. Настройки активны. Такое, что? Что активно? Начать настройку. Притормаживает немножечко интерфейс, конечно. Что, это так должно быть? Или что? А, нет. Это он так не зависит. Так должно быть. А, вправо. Вправо. Беспроводное соединение. Сейчас мы настроимся к нему. Вот наш ТРР. Все подключено, наконец-то. Так, вправо. Руководство просмотра. Видите, способ просмотра ТВ-программ или источник сигнала. Давай включим главный экран. Family. Сейчас у нас, в принципе, должно что-то уже включиться, да? Доступно только при подключении к интернету. Так я же подключился, блин. И старт с рекламамой. ОКО бесплатно. Мегагол подписка. Управление голосом и так далее. Каталог медиа. А, что тут делать-то? Управление голосом. Начать использовать. Согласиться. Ой, батюшки мои, сколько здесь всего-то, а? Добавить подписку. Ничего, серьезно, блин? Так, я предлагаю, наверное, просто подключить телеку. И посмотреть, наконец-то, как он показывает уже. Включить комп. Так, подключаю HDMI. А потом еще подключу что-нибудь из телека по Android. Посмотрю, как что работает. Все, включаем комп. Мышка. Сейчас будем смотреть, что у нас там. Разрешение показывает 1920 на 1080. Блин, ну, пока ничего. Он, в принципе, 4К потащит. 1080, конечно, так размытенько выглядит. Так, давайте включим разрешение, которое он может. Ну да, слушайте, рекомендуется вот 4К поставить. Ну вот, в принципе, 4К. Блин, ну неплохо. А что у нас, кстати, по этим, по настройкам у него? Здесь, знаешь, на камеру всего не поймешь, что да как показывает. Так, меню, источник изображения. Режим стандарт, динамический, мягкий пользователь. Контраст. Блин, ну слушайте, довольно-таки плотная, четкая картинка. Даже я не знаю, что сказать. Яркость 54. Подсветка 100. Зачем нам подсветку на 100? Шум подавления какое-то среднее. Цветовая температура нормальная. Больше. Режим HDMI, графика, авто, графика, видео. Улучшение 4К. Что такое улучшение? Не знаю, что такое улучшение 4К. А чем отличается графика, видео, блин, авто? Давай авто оставим. Или видео. А, он DLC отключено. А если улучшение включить, то оно, наверное, будет включаться, да? Нет. Так, звук. Режим звука стандарт, музыка, театр, новости, пользователь. Низких побольше, низких поменьше. Баланс, автогромкость, больше. Задержка, объемный звук, только звук. Вон, цифровой еще есть звук. Как назад сделать? Так, звук, блокировка, дополнительно больше. Таймеры, синие экраны, настройка HDMI. Режим отель. А, здесь пароль можно ввести. Сброс меню. Ну, слушайте, небольшой получается. Неплохой телек. Так, давай включим. Так, у нас Twitch, телек. Звук, кстати, нормальный. Где-то здесь работает Варя. Ну, хотя бы Дракоша остался дома. Дракоша не совсем остался. То есть, совсем не осталась, ушки. Нет, звук очень мощный. Дракоша! Ну, звук очень хороший, качественный. Я ничего про него сказать не могу. Это у меня Билайн ТВ. Ну, поэтому я говорю, что я не буду, не планирую пользоваться здесь Android ТВ. Сейчас мы еще подключим что-нибудь из 4К какое-нибудь видео. Ну, нормально. И, конечно, на 4К не сильно похоже. Вот телек типа работает, все показывает. Звук офигенский, хватает. Я бы не сказал, что плохой. Ну, матрица, конечно, не настолько плотная, насколько хотелось бы. Ну, давай мы сейчас включим еще 4К какой-нибудь сигнал. 4К видео. Не знаю, довольно-таки, в принципе, качественная. Неплохая картинка. Комп, как видите, стоит внизу. Звука хватает. Хотя сейчас стоит все на середину. Можно еще его сделать и погромче, и так далее. Очень легкий он, кстати. Но так я бы не сказал, что он сильно тут болтается. Блин, но за эти деньги, ну, да. Неплохой. Неплохой смотреть можно. Работает четко. Что-то еще добавить. Давайте, наверное, включим что-то типа Android ТВ встроенного. Я не знаю, правда, как туда зайти. На пульте очень много всяких приключалок. Кто-то же наверняка будет Android ТВ пользоваться, да? Сейчас мы проверим, как он будет работать. Сами видите, да? Все работает, все включается. Что касаемо телека, за эти деньги монитор, можно сказать. Монитор, ну, какой купишь, блин? Ну, четко хорошая картинка, да. Сверху угол обзора. Чуть-чуть, конечно, затемняет. Снизу вообще четко. Касаемо настроек. Так, здесь можно переключать источники. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, VGA даже есть. DTV, ATV, AV1, AV2. И тюльпаны куча. У нас HDMI 1 подключено. То, что он есть, уже хорошо. Кстати, версия, по-моему, здесь стоит 1.4. Изображение. Пользователь у нас стоит сейчас. Можно выставить мягкий, динамический, стандарт. На стандарте даже вполне себе нормально показывает. Цветовая температура нормальная. Больше настроек у нас здесь. Видео. Графика. Улучшение 4К, мне кажется, включать не надо. Он, наверное, будет как-то дорисовывать, может, кадры пока, хотя разницы особой нет. Надо отключить ее пока. Потом, может быть, пощелкаю. Звук дополнительно больше. Сеть. Время можно выставить. Экранная заставка 5 минут, 2 минуты, 1 минута. Таймер сна и так далее. Но не знаю, все необходимые настройки, по-моему, здесь есть. Даже какие-то аккаунты можно подключать. Я только сейчас вот увидел. Больше вот аккаунты, информация о системе. Внутреннее хранилище. Здесь 8 гигов. 2 гига заполнены. Память 1,5 гигабайта. Версия Android 11. Версия Android 11. Я смотрел первые телики, версия Android старая была. Продукт 43LU8030S. Версия прошивки. Тут какая-то установлена. Обновление системы. Текущая версия является самой последней. Количество ядер процессора 4. Видео ядро Mali. Интернет, Mac и так далее. Беспроводные сети. Все есть. Подключился по беспроводному. Какой-то добавить сюда аккаунт просит. Я не знаю, что это за аккаунт. Мне кажется, надо что-то зарегистрировать, чтобы потом просматривать телик. Наверное, как в Яндекс.Профиле. Может быть, что-нибудь такое нужно сделать. На Sony, кстати, и A7-4 сняли ограничения на 30 минут записи. Я не знал. О, через Google Chrome можно войти. Через Google аккаунт. Ладно. Так, давай, если мы нажмем на Home. Здесь мы увидим фильмы, детям, спорт и приложения. А, вот. Мы всякие приложения здесь можем наставить. Здесь есть Google Play. И, соответственно, Google Play мы можем сюда все переставить. Также давайте посмотрим, допустим, телик. Свое приложение есть. Рутуб, YouTube, Premiere, он первый канал, ВК-видео. Ну, неплохо, слушайте-ка. То есть, по идее, вы можете с Google все скачать. Только зайти, соответственно, в аккаунт нужно. И все отсюда спокойненько скачивается. Да, просит меня войти. Не буду я ничего сейчас пока входить. Хочется проверить, конечно, как что-то работает. Это установленное приложение уже. 24 TV. Не знаю, что за канал. Давайте откроем его, посмотрим. В настоящее время в одном 400 каналов. Везде входить нужно. 150 каналов бесплатно. Взрослый. Подписки загружены, каналы загружены. Ну, а это какой-то IP-просмотрчик, что ли? Я не знаю, что это такое. Ну, да, вот есть какие-то каналы. Ну, давай, допустим, вот ТНТ включим, да? Нажмите кнопку вверх для выбора каналов и передач. Ну, работает. Кстати, Муз-ТВ переключился. Тоже все, в принципе, работает. А по звуку что у нас? Блин, на Ютубе конечно авторский. Ну, давайте чуть-чуть я включу. Ой, переключил. Здесь, кстати, можно каналами переключать. То есть я кнопку нажимаю просто каналы и переключаю звук. Не, нормально. Все, ребят, на этом вот такой небольшой видосик. Всем спасибо. Всем пока. Надеюсь, он прослужит долго. Ну, дольше, чем до этого служили остальные все телеки. За эти деньги считаю это прямо оптимальной находкой. Все. Всем пока. Ну, вот Ютуб свой канал включил с тестами форта. Я вам скажу, цвета плюс-минус передает неплохо. 4К 30 кадров только. Не 60. Ну, и то неплохо. Нормально.